Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. 9 мая на официальном YouTube-канале Димаша Кудайбергена появилось видео, где он с популярными исполнителями Казахстана исполняет песню «Алия». Отличная идея почтить память всех героев войны, которые отдали свои жизни ради родной страны. Песня про Алию – девушку 19 лет, героически погибшую на войне, отдавшую свою жизнь ради счастья будущих поколений. Девушка посмертно была награждена званием Герой Советского Союза. Слова песни Бакира Тажибаева переводили не раз, причем не только на русский и английский, а также и на другие языки мира. Каждый раз переводчики старались сохранить такт, чтобы удобно было перепевать эту композицию. Но именно на казахском песня звучит наиболее проникновенно. Мелодию к песне «Алия» сочинил композитор Сейдула Байтиреков. Авторы слов, музыки, а также самая главная исполнительница этой песни Роза Рымбаева получили звание лауреатов телефестиваля «Песня 77». Песня стала очень популярна в Советском Союзе. И это был первый случай в истории эстрадной советской музыки, когда песня получила такой оглушительный успех не на славянском языке. В том же 1977 году на фестивале «Золотой орфей» в Болгарии Роза Рымбаева с песней «Алия» получила гран-при конкурса. Казахский язык благодаря «Алие» и редкостному лирическому сопрано «Розы» зазвучал по всей Восточной Европе. Димаш также исполнял эту композицию еще будучи в юном возрасте. Фрагмент его исполнения мы использовали в нашем фильме про героя Советского Союза Алию Молдогулова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В новом клипе «Алия» было приятно увидеть не только народного артиста мира, но и молодых талантливых исполнителей, с которыми мы также успели познакомиться, пока изучали феномен Димаша Кудайбергена. Это и Иржан Максим, чемпион скандального шоу «Голос», Данелия Тулешева, участница американского шоу талантов «World's Best», Индира Едельбаева, которая поразила своим голосом членов жюри украинского шоу «Голос» и другие талантливые артисты. Примечательно, что Роза Рымбаева также приняла участие в этой работе, исполнив знаковую для себя песню «43 года спустя». Одним словом, замечательная коллаборация, которая знакомит со многими талантливыми голосами Казахстана. Приятно было видеть, что Димашу отвели почетную роль в этой работе, а его голос украсил и без того прекрасную песню. Наш общий герой Алия Молдогулова до сих пор жива в памяти потомков, за которых сражалась. Сотни тысяч девочек родители называют ее именем. Молодое поколение восторгается ее героизмом, а песня «Алия» на веки веков увековечила это громкое и славное имя Героя Советского Союза. Ура! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.